Дорогой пастор Элейзер, ответь нам, может ли быть вера вот этим духовным плацебо, эффектом? Что это? Это уговор себя. Я не знаю, был ли ты, я знаю, что ты в пятидесятнической церкви покаялся. Да, и не жалею. Интересно, что было ли у вас такое учение? У нас было учение повсеместно, что как ты можешь получить исцеление? Ты должен исповедовать, говорить первая глава, восьмой стих Иисуса Новина, где написано «размышляй день и ночь», некоторые даже переводят и говорят «медитируй, рассуждай на эту тему» и все такое. Так некоторые даже, да, мирские люди говорят, что это вот такой закон, которым они тоже пользуются. Вот что ты скажешь на это? Вот что можно, как отреагировать можно на этот счет? Твое мнение. Надо, наверное, все-таки раз мы затронули слово плацебо, разобраться со смыслом. Давай разберемся, да. То есть, что такое плацебо? Это что-то, что имеет вид чего-то, допустим, качественного, но не имеет этих свойств. Допустим, как это в лекарствах. Вот тебе таблетка, да? Пустышка, да. Да, пустышка. То есть, она имеет вид той же таблетки, того же лекарства, но она не имеет этих свойств. И человек, применяя это лекарство, он на определенных эмоциях, на определенной вере своей внутренней, да, говорят, что он может быть исцелен. Вот. Есть определенная, конечно, там статистика, не знаю, и так далее, но я, как человек, который работал много лет в медицине, я не видел ни одного человека, который был исцелен каким-то подобием лекарства от онкологии, был исцелен от онкологии. И, наоборот, я знаю, что много людей в России, в Украине проводились целые уголовные дела, заводились на людей, которые подменяли онкологические лекарства даже пустышками, но эти лекарства, они вредят людям, потому что в онкологии, если ты не употребляешь то, что надо, даже то, что не вредное, то ты умираешь, да, к сожалению. Поэтому, когда мы говорим о плацебо, мы говорим о вещах, которые подменяют что-то, но не имеют силы. И то есть человек, он должен на определенность своей веры, на своих внутренних доверия, я больше назову это доверием, потому что человек, когда употребляет плацебо как лекарство, он не знает, что это плацебо, он знает, что это лекарство. То есть на этом он стоит. Когда мы приходим к вопросу веры, является вера подменой, как бы такой, да, определенной, то я скажу нет. Нет. Вера, она не может подменять что-то, вера, она сама по себе существует. Вот. Вера, она наоборот, это целый мир, как есть мир любви, да, так есть мир веры, который дает нам новую жизнь, мы в этом живем. И мы даже в той же вере, в которой можем молиться за исцеление, если не получаем его, мы все равно остаемся в вере. Потому что вера, это не просто вера в исцеление, вера, она вера в Бога. А когда я верю в Бога, я верю во все его проявления в одном слове и в одном моменте. Я вот так на это смотрю. Поэтому, нужно ли исповедовать, ты спрашиваешь. Я тебе отвечу, нужно исповедовать. Но, как однажды сказал мой хороший друг, что есть люди, которые исповедуют, даже когда не верят. Вот. Я бы все-таки исповедовал с верой. Потому что все, что не по вере, это грех. Мне так же понравилась, это была история, я вот скажу ее, да, вкратце. Когда однажды, я был в 97-м году на одной хорошей конференции. И мой друг, тогда он еще не был моим другом, но он тогда проводил эту конференцию. Он помолился за людей в зале, за исцеление. И потом говорит, кто получил исцеление, пожалуйста, выйдите вперед, засвидетельствуйте. И толпа людей побежала, побежала. И он мне понравился тогда очень сильно. Он сказал, если вы получили исцеление по вере, то не выходите. Мне нужны только реально исцеленные люди здесь. Ну, мужественно, да. Резко было увеличение количества людей, но было честно. Потому что, когда я смотрю на служение Иисуса, я вижу реально исцеленных людей. А не исцеленных людей по вере. А, вот это интересный поворот. Это интересный поворот. Извините. Почему? Потому что я тоже задумался на эту тему. И я думал, почему такое происходит, особенно в нашем движении. Когда люди очень хотят, получается, по одну и другую сторону. Проповедники, служители очень хотят исцелить. А те, которые в зале, тоже очень хотят исцелиться. И когда вот двое сходятся вот таких желающих одно и то же, то получается вот у нас собрание вот таких очень желающих. И не всегда это проявление можно увидеть. Ну, скажем так, вот я наблюдал, ну, разные ситуации, когда люди выходят и свидетельствуют о том, что они исцеленные от рака без документов. А просто говорят, там, они говорят, что у них там четвертая или третья степень, им полегчало. И у них... То есть сейчас за него помоли, сейчас уже он вышел на саду. И проповедник, да. И тут же он улетел исцелил. И проповедник говорит, вот исцеление от рака и уже провозглашает исцеление. Естественно, даже неверующие, следя за этим, они так думают, ну, что это. А мы называем это верой. Я очень часто видел, когда даже проповедующие говорят о том, что выдают желаемое за действительное. И вот я этот вопрос задаю, я это не принимаю. И меня очень часто критикуют в том, что я не верю. Я не верю, вот мне интересно, вот я имею право вести так себя? Имею ли я право на вот, скажем, вот такую реакцию, скажем так? Или же мне надо просто со всеми вместе верить, всем доверять? Потому что вера же всему верит, всего надеется. И как быть, вот Вель, расскажи, отвечая, продолжая отвечать на этот вопрос. Может ли вера быть эффектом плацебо? Я согласен, по поводу плацебо как лекарства. Простите, что я говорю это, возможно, кто-то узнает сейчас секрет по лишенели. Но есть только одно лекарство, которое лечит, это антибиотик. Все остальное это посимптомное снятие тех или иных проявлений болезни. И болезнь сама по себе, она не начинается вот так вот раз, и началась болезнь. Это какой-то очень долгий биохимический процесс, который происходит в организме. А когда уже где-то что-то заболело, где-то что-то покраснело, это уже проявление этой болезни. И большинство болезней, они психосоматические, то есть они самовнушенные иногда болезни. Потому что где-то, помните, по-моему, у Джерома Джерома есть эпизод, когда он читал энциклопедию медицинскую, и нашел у себя все болезни, кроме водянки беременности. У большинства людей, которые читают сегодня интернет, сегодня у нас все подвержены этому влиянию интернета, мы читаем о каких-то вещах, и вдруг сказали, если у вас болит голова, значит у вас там что-то. А у него как раз сейчас болит голова, и значит у него уже что-то. И когда мы зацепились за это что-то, и есть внешнее проявление, мы начинаем на эту тему думать, психосоматически развивать эту болезнь. На самом деле, вот, опять же, мое мнение такое, я с тобой согласен, что когда человек по вере исцеляется, или он исцелен действительно, это разные вещи. Могу привести пример, на одном из служений одного известного проповедника, за меня помолился один из людей, почему я не хотел выходить, чтобы за меня молились, потому что я знал, что это не психосоматика, это реальная проблема со здоровьем, которую нужно лечить. Ну, я говорю, ну ладно, пойду. Он помолился. Что произошло? Мне действительно стало легче, у меня была проблема с коленным суставом. Я действительно раньше не мог даже встать без помощи этих, ну, поручней. А тут я встал, сел, без помощи ничего, то есть сел на корточке, встал, ничего не болит. Я понял, как бы, что, ну, оно не исцелилось, конечно, но у меня прекратилась боль, реально. Я посвидетельствовал, что боль у меня прекратилась, но как бы самоболезнь-то не исчезла, ее же нужно лечить. Это какой-то биохимический процесс, который происходит, и его нужно искоренять, саму причину. Поэтому вера не может быть плацебо, это разные вещи, как бы. Плацебо – это когда мы вот принимаем что-то, что моментальное облегчение нам принесло, как исцеление, и забываем про это. Это безответственность. Нужно искоренять проблему. И здесь иногда нужно лечение, все-таки, наверное. Одной верой не обойдешься. Хотя я знаю, что очень много людей в моем окружении получили исцеление физическое после молитвы. То есть Бог захотел. И что мне вспомнилось в связи с тем, что я сказал, это когда подошел, по-моему, прокаженный или слепой, я уже не помню эту сцену, когда он сказал, говорит, Иисус, сын Давидов, если хочешь, исцели меня. То есть Бог должен захотеть исцелить человека. Потому что у каждой болезни в жизни есть какая-то причина. Если человек хочет исцелиться сам, он должен искоренить причину этой болезни. А потом уже придет и все остальное внешнее проявление этого исцеления.